Продолжение следует... Продолжение следует... Неужели действующее регулирование не может с этим справиться? В целом, конечно, может. И мы не можем говорить о том, что везде или всюду просрочка присутствует, или же сейчас она является более актуальной проблемой, чем, допустим, это был год назад, два или так далее. Однако, некоторое количество товаров, безусловно, попадают потребителю в ненадлежащем качестве. И с этой точки зрения, учитывая, что сейчас технические возможности и возможности цифровизации позволяют нам улучшить данное направление, почему нет? Я считаю, что это положительное качество, которое поможет повысить безопасность пищевой продукции и безопасность, в принципе, организованной торговли, и повысит качество предоставляемых услуг нашему насеклению. Алексей, ну вот аналогичный вопрос и вам. Как Союз потребителей, собственно, видит эту проблему? И действительно ли она настолько острая, раз с темой озаботились федеральная власть? Неужели рынок не может сам себя отрегулировать в этом направлении? Знаете, Максим, это вообще идеальная ситуация, чтобы рынок сам себя регулировал. И мы к этому стремимся, идем. Но, как факт, просрочка имеет место быть. Она продается иногда, чаще списывается, слава богу. Кстати говоря, там до 2% оборота продуктов питания, в общем-то, списывается как просроченное. Мы вообще эту инициативу предлагали еще несколько лет назад, когда только проект цифровой маркировки предлагался, разрабатывался, потому что нам казалось, что это было бы правильно для потребителя, полезно исключить физическую возможность продажи товара с истекшим сроком годности. Ну вот, наконец, реализуется пока в виде эксперимента. Но я надеюсь, дальше это идет уже в постоянный режим работы. Алексей, если поподробнее о тех предложениях, которые были озвучены ранее, вот, собственно, какие элементы из того общего предложения, из тех предложений были услышаны и на сегодняшний день в качестве эксперимента реализуются? Ну, стоит, наверное, напомнить вообще, что такое цифровая маркировка. Это вот тот самый QR-код, нанесенный на упаковку продукции под цифровую маркировку. У нас сегодня попадает достаточно большой список категорий товаров. Это и непродовольственные, и продовольственные. Ну, про непродовольственные мы говорить с вами не будем, те же шубы. А вот про продукты питания – это молочка, это вода, это пиво, слабоалкогольные напитки. Ну, и табак, и табачные изделия туда же относятся. И вот эта цифровая марка, она в себе содержит информацию, необходимую, в том числе, прежде всего, для прослеживания товара от производителя до, конечно, потребителя. Ну, точнее, до реализации потребителю. Больше, конечно, это нужно государству с точки зрения фискальной политики и так далее. Но вот с точки зрения потребителя, ну, оригинальность продукции, что он произведен, этот товар именно на том заводе, который написан на упаковке, действительно можно проверить с помощью этой марки. Ну, наверное, и все. Потребителю до сегодняшнего дня, вся польза, которая была. А теперь у него появляется, ну, как бы не то, что возможность, да, а уверенность в том, что вот эти категории продуктов питания и табачных изделий, они не будут продаваться просрочно. Потому что мы все сталкивались, да, с каким-то там молоком, кефиром или сырком творожным, придя домой, увидели, что, оказывается, срок годности прошел, в магазине не обратили на это внимания. Ну, стоит сказать, что в магазинах в таких ситуациях чаще идут навстречу и спокойно меняют, даже если вы на следующий день не придете. Ну, зачем вот эти усложнения, когда можно исключить факт продажи? Да, Александр, ну вот Алексей упомянул о действующей системе маркировки в отношении некоторых категорий товаров, в том числе и прежде всего, да, продуктов питания. Вот на ваш взгляд, может ли действующая система маркировки, внедренная в отношении этих товаров, быть синхронизирована с кассовым программным обеспечением и в части контроля за просроченными товарами? Я позволю себе ответить с конца и сказать по поводу контроля с просроченным товаром. Некоторые потребители считают, что просрочка и получение ее на полке и реализация ее через организованную розницу – это некий такой злой замысел ритейлеров, которые пытаются тем самым переложить свои затраты, свои ошибки в планировании, ошибки в реализации товара на плечи потребителей. И что греха таить, некоторые бизнесмены действительно так делают. Однако я не могу сказать о том, что это массовый продукт, и уж тем более это невыгодная бизнес-стратегия на длинной перспективе, потому что, безусловно, потребитель, который обнаружил просрочку у себя дома, скорее всего, будет расстроен, и, скорее всего, если это будет продолжаться, он поменяет магазин. Поэтому на длинной перспективе, конечно, руководство магазина заинтересовано в том, чтобы исключить просрочку со своего стока. Так вот возникает вопрос, откуда она появляется. Зачастую это проблема мерчендайзинга, проблема сотрудников магазина, что такое огромное количество артикулов из каю товаров, и физически сотрудники не всегда могут посмотреть любые товары и посмотреть, когда он заканчивается в сухгодности. Сейчас технические мощности компьютеров, технические мощности сетей, которые применяются, и компьютерных программ, которые применяются в ритейле, позволяют отслеживать каждую нитью товара, и в случае, если компьютер будет подсказывать сотрудникам магазинов, что данный товар находится с истекающим сроком годности, и можно сделать на него существенную скидку, чтобы способствовать его быстрой реализации, это будет сокращать количество отходов от количества выброшенной еды, что является важной экологической целью. А теперь возникает вопрос, можно ли вернуть это с программным обеспечением, которое находится на кассе. Да, это техническая задача, которая вполне решаема силами IT-специалистов. Алексей, ну вот Александр говорит об опыте ряда, я так понимаю, крупных торговых сетей, которые в том числе используют возможности товаров с истекшим сроком годности, продавать их, собственно, с большим дисконтом, с большой скидкой, таким образом избавляться от них, ну и делать так, что кому-то они в любом случае будут нужны. Например, недавно буквально я прочитал, что некоторые торговые сети реализуют товары с истекшим сроком годности, либо с истекающим сельхозтоваропроизводителем. Важное дополнение с истекающим сроком годности, потому что с истекшим это противозаконно, а с истекающим или подходящим к концу, то мы все еще находимся в планках закона, но позволяем покупателю получить выгоду. Да, я вот просто пример приведу, что некоторые торговые сети данной категории товаров реализуют в том числе сельхозтоваропроизводителям, которые могут их использовать, ну, собственно, для кормов, для сельскохозяйственных животных. Ну вот, Алексей, мы говорим о крупных торговых сетях, которые имеют такой опыт. Что касается малого и среднего бизнеса, наверняка там злоупотреблений в части реализации товаров просроченных, да, их больше, нежели в отрегулированных схемах крупных торговых сетей, крупного ритейла. Вы очень правы в этом. Мелкий бизнес, малый бизнес, да, он вынужден, как говорится, выкручиваться, как может. Иногда вот эти выкрутасы, они за гранию закона, и просрочка имеет место быть именно сознательно. Я уж не говорю про всякие точки, которые эту просрочку продает только и исключительно. Ну, возвращусь все-таки к цивилизованному рынку. Здесь я с Александром полностью согласен. Не умысел, как правило, это продавцов, будь то крупных, будь то мелких. Чаще это, ну, назовем, человеческие факторы. И вот как раз эта автоматизация, она позволяет этот человеческий фактор свести до минимума. Потому что будет в полуавтоматическом режиме. Даже на полке сканером проходится, быстро считывается информация. На кассинг технически, технологически это все уже работает, потому что ни один товар из списка, там, вода, питьевая, молочка, она сейчас через кассу не продастся, если не считается мат. Поэтому там просто будет дополнительный фильтр включен. А вот что касается самой проблемы, просрочки, да, или истекающего срока годности, это действительно огромная проблема. И мы не раз от сетей слышали про эту проблему, что они, ну, вроде бы их хотят что-то сделать с продукцией, даже которую не успевают продать, тот же футшеринг, да, то есть подарить эту еду с истекающим сроком годности нуждающимся, но не могли этого сделать раньше по закону, ну, потому что там большие расходы налоговые на них ложились. Сейчас вроде с этим потихонечку справляемся, я надеюсь, и до этого дойдет. Ну, а почему бы и не делать даже вот эти скидки существенные, так, потому что, ну, у нас, давайте скажем откровенно, на ту же молочку срок годности доложен, ну, на самом деле откровенно занижены, потому что мы, ну, вот, общаясь с технологами, да, пищевых производств молочных, не раз слышали про то, что современные подходы к обработке, к упаковке, они позволяют достаточно больше, да, хранить продукт, молочный, вообще даже молоко, но по ряду причин этот срок занижают. Поэтому с истекающим сроком годности, с большой скидкой для людей, ну, продажу сделать, мы только забудем. Алексей, еще такой вопрос, вот мы с вами говорили о крупных торговых сетях, да, о малом-среднем бизнесе, малоформатной торговле и так далее. Как вы думаете, будет ли эксперимент наиболее полезен для розницы, вот, именно в больших городах, где предложение преобладает над спросом? Интересный вопрос вы задали. Вы понимаете, вот это же, этот эксперимент, он, по сути, своей, как бы, не делает какие-то приоритеты крупным сетям, мелким магазинам, большому потоку покупателей, малому, ну, точнее, в случае большого потока покупателей, как раз улучшает, исключает тот самый человеческий факт. А вот с точки зрения эффекта затрудняешь, честно сказать, ответить на ваш вопрос. Александр, как вы думаете, для больших городов это более, ну, так скажем, эффективно, что ли, нежели для малых? Я хотел бы начать несколько издалека и сказать о том, что современный ритейл давным-давно ушел от представления, что это есть некий прилавок, за которым находится зачастую женщина в преклонном возрасте, и который через прилавок передает вам некие товары, возможно, которые уже в сетекающем 40-м годности. Современный ритейл – это IT-предприятие, очень высокотехнологичное, причем не только в рамках Российской Федерации, а в рамках мира. И не имеет значения, это большая сеть или малая сеть. Конечно, большой, чуть больше ресурсов, но при этом даже и малые сети, и малые торговые предприятия пользуются преимуществами цифровизации и зачастую используют готовые IT-решения, позволяющие снизить аппетитационные расходы на обслуживание всех процессов. Теперь по поводу больших или малых городов. Разница между большим и малым городом отличается не в том, что он более привлекательный или менее привлекательный для ритейлера, и можно разделять их по каким-то сайтам, что магазины открываются там или здесь, а они зависят от технологического и экономического интереса для ритейлера. Современный ритейл не разделяет покупателей, каждый покупатель важен. И с этой точки зрения внедрение эксперимента сначала на небольшой территорию, безусловно, более экономически развитой, а потом трансформирование его на всю страну, это лишь снижение рисков, но ни в коем случае не является какой-либо формой дискриминации. Да, спасибо вам. Время нашего эфира подходит к концу. У меня, знаете, заключительный общий вопрос. Я попрошу наших участников по очереди ответить на него. Как вам, собственно, видится риск увеличения некачественной продукции на продуктовых полках с учетом повсеместного ухода западных игроков, замещением на их рынках товаров из так называемых дружественных нам стран? Алексей, вам слово. Если мы говорим про продуктовый рынок, то не то чтобы рисков не вижу, я наоборот считаю, что мы получим лучший результат за меньшие деньги. Но хочется в это верить, потому что вот это импортозамещение, которое несколько лет назад началось, оно уже показало эффективность с точки зрения ряда позиций в продуктах питания, ну, как правило, наиболее простых в обработке. Но мир большой, да, если там с европейских стран мы что-то перестали получать, или еще что-то перестанем, то остается еще очень много, поверьте, стран, где качество, я не думаю, что хуже, может быть, даже и лучше. Поэтому я здесь только верю в лучший исход для потребителей. Александр, ваша позиция. А я не настолько оптимистичен. Я считаю, что конкуренция позволяет улучшать качество продукта для потребителя. И чем больше у него есть выбор, тем более вероятно, что конечная цена будет для него ниже. С другой стороны, есть обратный тренд, когда выбора слишком много, ассортимент за гранью, человек теряется, не понимает, что ему выбрать и что ему собрать. Поэтому здесь, наверное, учитывая плюсы и минусы, надо сказать откровенно, конкуренция позволяет снижать цены. И с этой точки зрения закрытие некоторых рынков, закрытие некоторых возможностей, и, безусловно, является негативным фактором. С другой стороны, надо дать должное, что внешние силы действуют, но российская экономика и российский ритейл приводят чудеса интеллекта, креативности и адаптивности. И, безусловно, помогло это сделать так, что товары на рынке присутствуют, в магазине изобилие, но есть некое изменение в брендах, которое вы можете найти на Болке. Ну что ж, наша программа подошла к концу. Уважаемые участники, спасибо вам большое, что вы были с нами на связи. Алексей Коитов, Александр Лебедев. Мы говорили об эксперименте по борьбе с просроченной нелегальной продукцией, инициированной Минпромторгом. Оставайтесь на РБК.